МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галина Титарчук. Крупное ДТП произошло сегодня на 667-м километре трассы М7 На границе Цивильского и Чебоксарского районов перевернулся автовоз «Скания», перевозивший новые автомобили. По словам водителя автовоза, его подрезал легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, автовоз сначала резко взял вправо, задел КАМАЗ, после чего фуру занесло и опрокинуло. На дороге хорошо заметна траектория, которую выписывала «Скания». В результате ДТП 8 новеньких автомобилей, 2 «Фольксвагена» и 6 «Шкод Фабия» получили серьезные повреждения. Сам водитель, к счастью, не пострадал. Так же, как и водитель КАМАЗа. На трассе образовалась небольшая пробка. Однако инспекторы ГИБДД довольно быстро восстановили движение по правой полосе. В середину июля увеличила статистику аварийности на дорогах республики. За три дня выходных произошло 23 дорожных аварии. Погибли 4 человека. 34 получили серьезные травмы. Нередко виновниками аварии становятся и те, кто обязан соблюдать порядок. Бывший замначальника ГИБДД Чебоксар Владимир Коробков признан виновным в нарушении правил дорожного движения с тяжкими последствиями. ДТП произошло 13 мая прошлого года на Ядринском шоссе в столице Чувашии. По версии следствия, Владимир Коробков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Его автомобиль «Шевроле Ланос» столкнулся с «Шевроле Спарк». В результате были задеты еще два автомобиля. По результатам проведенного к студентам медицинских экспертиз установлено, что в результате ДТП 56-летнему мужчине, находившемуся в автомобиле «Шевроле Спарк», был причинен тяжкий вред здоровью, а еще двум женщинам в возрасте 56 и 57 лет, также находившимся в этом автомобиле, вред здоровью средней тяжести. В договоре Московского районного суда города Чебоксары, бывший заместитель начальника отдела ГИВДД, управления МВД по городу Чебоксары, Владимир Коробков, признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. К слову, в июле 2012 года Коробков также был признан виновным в совершении административного правонарушения, не выполнении водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишен права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Сегодня, пожалуй, только ленивые не критикуют чиновников различного уровня. Но надо понимать, что работа их тоже не из легких. В последнее время пристальное внимание к их деятельности приковано и со стороны контролирующих органов. Взаимопонимания найти порой не удается. Например, главы сельских поселений часто высказывают претензии к результатам проверок, которые проводят силовые структуры. Что изменилось и стало ли чиновникам проще работать? Сегодня об этом зашла речь на заседании межведомственной комиссии. На первом месте прокуратура, за ней Роспотребнадзор и замыкает эту тройку МЧС. Главы районов составили своеобразный рейтинг структур, которые чаще всех наведываются к ним с проверками. Нередко после таких визитов приходит квитанция об уплаче штрафов. А порой чиновников требует невозможного, к примеру, провести капитальный ремонт в школе. Но если в бюджете не хватает денег, главы оказываются в тупике. Когда проблема накапливается годами, решить ее в один миг нереально. Роспотребнадзор в Моргашском сельском поселении наложено на юридическое лицо, на Моргашском сельском штрафе, размере 10 тысяч рублей. Здесь отсутствие канализации на стоку с момента запуска этого общежития никогда не было канализации на сток. За первые полугодия 2013 года, пожалуйста, в отношении органов местного управления проведено более 10 тысяч. Это по данным муниципальных районов и городских округов контрольно-надзорных действий. Органами местного управления получено 7904 запроса. Ну, значит, идет рост. Причем зачастую у чиновников запрашивают информацию, которая и так опубликована в интернете. Из-за постоянных запросов главы и их подчиненные с головой погружаются в бумажную работу. Порой муниципальным властям исполнять требования приходится в сжатые сроки, за неделю, а то и за сутки. Иногда сделать это нереально. Например, в управлении Федеральной службы судебных приставов Кучевайской республики за отчетный период в адрес органов местного управления направлен 51 запрос. Из них по 11 запросам были установлены необоснованно короткие сроки 1-3 дня. Предоставление запрашивания информации в столь сжатые сроки не представляется возможным. После таких проверок некоторые чиновники покидают свои посты добровольно. Размер штрафов увеличился в разы. Причем наказывают рублем надзиратели готовы за любое мелкое нарушение. Кто-то вовремя информацию не предоставил, кто-то о проведенном конкурсе не успел сообщить. Постоянные штрафы, тем более высокие, по 20-30 тысяч, оставляют тяжелый моральный след на руководителе муниципалитета. Действительно у нас имеются недостатки. Иногда допускаем и нарушения. Но в своей подсоединенной работе с населением мы всегда уделяем внимание на профилактическую опережение работу. Конечно, отмечают главы, недочеты в их работе есть. Но штрафы не всегда становятся решением проблемы. Зачастую можно ограничиться и банальным предупреждением. Типичную палочную систему необходимо свести на нет. Глава республики отметил, что во время проверок надзорные органы должны обращать внимание на реальную картину в районе. На первом месте я бы сказал и попросил бы руководителей органов, которые осуществляют контрольные надзорные функции, должна стоять профилактика и разъяснительная работа. Конечно, это бесконечно не может быть. Мы это тоже все прекрасно понимаем. Когда уже из-за ненадлежащего выполнения должностного лица не выполняет прямые свои функциональные обязанности, конечно, там нужно привлекать к ответственности. Хотя, отмечают участники заседания, отношения чиновников и контрольных органов стали носить более конструктивный характер. Отлаженное взаимодействие поможет свести на нет количество проверок. Митрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. На заседании Совета по модернизации и технологическому развитию экономики Чувашской республики подвели итоги реализации указов президента России с 7 мая 2012 года и обсудили внедрение новых технологий по закупке инновационной продукции в Чувашии. На начало лета этого года в республике в очереди в детские сады зарегистрированы около 18,5 тысяч малышей старше полутора лет. Из них более двух тысяч, дети которым от трех до семи лет. Но к сентябрю эта проблема должна решиться, обещают в Минобразование. Обеспечить в этом году задачу ставим 1 сентября всех детей старше трех лет в республике, всех детей старше трех лет местами детских дошкольных учреждений, но и около 60% с полутора и дальше. В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 11 детских садов. Значит, еще около 1800 малышей пойдут в садик. Этот план мероприятий или по-другому дорожная карта разработан в рамках реализации указов президента России от 7 мая 2012 года. По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 год более 12 тысяч людей получат новое жилье. Это 4810 семей. На заседании по модернизации также отметили, что в Чувашии повышается качество инновационной деятельности. Среди предприятий лидеров-новаторов – Элара, АБС, взаимавтоматизация, в пищевой промышленности – фирма «Оконт». Это крупные предприятия, которые обладают достаточным объемом инновационных ресурсов и создают спрос на соответствующую продукцию. Основные инновационные новшества внедряются не только на предприятиях республики, но и в строительстве. В качестве примера министр экономического развития привел введение в эксплуатацию «Умного дома». Там были использованы в том числе и композитные материалы «Оуголен», стены дома выполнены из современных энергосберегающих материалов. Вставляющая экономия здесь следующая. При площади этого двухэтажного дома 215 метров квадратных с гаражом он рассчитан на семью из четырех человек. Сокращение расходов на отопление по оценке за один отопительный сезон, ну фактически за один год, составит порядка в год 13 300 рублей. Снижение затрат на горячее водоснабжение 6 800 рублей. Такая экономия должна окупить деньги, потраченные на строительство «Умного дома» за 7 лет. Но этот чудо-дом пока без хозяина. Там никто не живет. По словам главы республики, «Умный дом» по карману только состоятельным людям. Но никак не среднестатистической семье Чувашии. Возможно, этот инновационный проект стоит еще доработать. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Прошел год со дня страшного наводнения в Крымске. Одной из причин гибели людей называют не своевременное оповещение населения о надвигающейся стихии. Правительством было принято решение провести в каждом регионе тестирование систем оповещения людей о чрезвычайных ситуациях. В Чувашии такие проверки проводятся регулярно. Одна из таких прошла сегодня. Сейчас ее собираются обновлять. Массовая проверка системы в прошлом году обнажила проблемы. Показала, что аппаратура устарела. Тогда глава региона Михаил Игнатьев поручил завершить модернизацию автоматизированной системы в 2015 году. Займется этим филиал компании «Ростелеком». По результатам конкурса он заключил контракт с Госкомитетом Чувашии по делам гражданской обороны о чрезвычайном ситуации. Сейчас проектировщики анализируют действующий способ оповещения. В начале октября обязаны будут предоставить проект по реконструкции. Система должна охватить все районы Чувашии, обеспечить бесперебойное взаимодействие между объектами оповещения, причем по цифровым сетям и позволить быстрее доводить информацию до людей. Предполагается, что состояние технического оборудования и каналов передачи данных будет мониториться круглосуточно. Каждый год владельцы недвижимости получают квитанции для оплаты налога. В скором будущем сумма в квитанциях может существенно отличаться от той, которую жители платили раньше. Дело в том, что налог на недвижимость планируют рассчитывать по-новому, исходя из так называемой кадастровой стоимости объекта. Разобраться, за что и сколько придется платить, решили чувакцерские блогеры. Но помогали им в этом представители управления Росреестра по Чувашской республике. Квартира одна, а в базе данных государственного кадастро недвижимости их целых четыре. Случаются такие чудеса из-за так называемых кадастровых ошибок. Так оказаться продублированным рискует практически каждый дом, который имеет корпус. Что делать в такой ситуации и не придется ли платить за единственное жилье четыре раза, чебокцерские блогеры спросили у представителей Росреестра за круглым столом. Я как программист начал думать, в чем дело. Смотрю написание корпуса разного. Потому что он просто текстом пишется и имеет или единица арабская, или единица римская, в скобочках, без скобочек и так далее. То есть разное написание. Представители кадастровой палаты отметили, проблемы действительно есть, но до конца года их решат. За грехи системы гражданам платить не придется. У нас 600 тысяч объектов капстроительства было загружено. Примерно такая цифра. И уже 50 тысяч дублей у нас вычищены. Поверьте, эти дубли будут убраны однозначно. Данные, которые сейчас есть, они ни в коем случае не уйдут в налоговую. Так или иначе, сумма в квитанциях изменится. И вероятнее всего в сторону увеличения. Среди интернет-общественности есть мнение, что вырастет налог не на, а в десятки раз. К примеру, за однокомнатную квартиру в Хрущевке придется отдать не 48 рублей, а 433 рубля. Специалисты уверили, подобного не произойдет. Могу сказать, что ожидаемое поступление, ну где-то увеличение налога, где-то в два раза идет. Но при этом я хочу обратить внимание, что для ряда категорий граждан, у кого, например, на сегодняшний день оценка БТИ была свыше полумиллиона, у них была повышенная ставка, то для данной категории налог наоборот, например, может уменьшиться. То есть это зависит, это не говорит о том, что в десятки раз будет налог увеличиваться. Что ж, тема непростая и вопросов вызывает действительно много. За круглый стол в кадастровую палату чебоксарские блогеры-общественники напросились не просто так. Я специалист в масс-медиа, я понимаю, что о вас я слышу очень мало информации. Иногда каким-то чудом я вижу знакомое лицо, включаю телевизор и начинаю вникать. Мы обсуждаемые проблемы, а так, мне кажется, вы излишне скромны. Обе стороны заинтересованы, чтобы через блоги и прочие интернет-ресурсы в массы шла проверенная грамотная информация. Но прежде чем объяснять другим, необходимо разобраться самому. У людей появилась потребность в получении информации о стоимости своей недвижимости. И, соответственно, появляется куча вопросов. И эти вопросы требуют, толкают нас на очередные встречи, на которых мы получаем ответы. Данная встреча прошла, она очень, скажем так, плодотворно. И были разъяснены определенные пункты по данному вопросу, по кадастрам и по налогообложению. И какие моменты нас ожидают интересные такие. Ну а для специалистов этот круглый стол стал возможностью рассказать о своей работе через блогеров самой разнообразной аудитории. Мы такие встречи организовываем, чтобы довести подробно, понятно, до общественности нюансы нашей работы. Это другие слои общества, не те, которые читают газеты и смотрят телевизор. Действительно нам нужны и эти собственники, чтобы они все знали о своей недвижимости. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. В Национальной библиотеке прошла презентация книги краеведа Анатолия Агафонова «На реке Малая Хундурла». Книга написана на основе документальных материалов и источников. В ней отсутствуют выдуманные факты и предположения. Новая книга – это анализ исторического прошлого, размышления о настоящем и будущем Малой Родины. Наша съемочная группа побывала на месте и узнала об истории появления деревень Комсомольского района. Подарок жителям и потомкам деревни Альбут-Сюрбеева сделал автор книги «На реке Малая Хундурла» Анатолий Агафонов. Это уже вторая часть исторической летописи, которая подробно описывает культуру и быт местных жителей. Благодаря фотографиям читатели могут увидеть и познакомиться с героями и предками родной земли. «Там родословные есть по деревням. У них все примеры взяли, откуда, как произошло. Там уже интересно, многое интересно. Первая часть этой книги до 1980-х года. От начала, как это было, нашли, как происходили, с какого года. Вот тут все описано, посвящено на 90-летию создания сельского совета и местного кооператива. Вот там описываются все дела, как там, что производили, как работали, как народ живет. У нас практически пять деревень в нашем поселении. Четыре девашские и одна татарская. Все дружно живут. Поэтому у нас и кооператив называется «Дружба». Сам автор сделал акцент на взаимоотношениях двух разных народов, которые объединились и занимаются одним делом. Во второй книге в основном, ну, производственного, экономического характера. Там и колхозники, там и работники сельскохозяйственных механизаторов, там и учителя, там и работники медицины. То есть все материалы, как говорится, они пронизаны духом патриотизма. И кто проводил всю линию, значит, книги, это линия дружбы совместной, совместной дружбы татарь и чуваши. Это особенность по сравнению с другими деревнями. Это особенность они получили. Я, мне кажется, в достаточном количестве и в производстве, и в быту, и в учебе, в общем, во всех сферах экономики, там, ну, хозяйства, содружества, дружба. И она, как бы, сыграла очень большую роль в поднятии экономики, взаимоотношений двух народов, национальностей. В планах автора выход третьей части книги, откуда можно будет узнать новые подробности жизни этих деревень. Анастасия Масляева, Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Мехико открылся четвертый фестиваль фольклора «Корни мира» в Мексике. Чувашию на фестивале представил Чувашский государственный академический ансамбль «Песни и танцы». 19-й год. Ансамбль под руководством Ольги Корольковой гастролирует по миру. Благодаря деятельности коллектива зрители свыше 10 стран Европы, Азии и Африки познакомились с искусством чувашского народа. В рамках фестиваля будет организовано дефиле, мастер-классы и посещение исторических мест. Основная цель мероприятия – укрепление дружбы между коллективами разных стран. Чувашский ансамбль «Песни и танцы» широко известен как в России, так и за рубежом. Он существует свыше 85 лет и является лауреатом всесоюзного и всероссийского смотров. Ансамбль создан основоположниками чувашской профессиональной музыки – композиторами Федором Павловым и Василием Воробьевым. Выступление чувашских спортсменов на универсиаде в Казани стало самым успешным за всю историю участия в студенческих играх. Завоевано 10 медалей – 2 золота, 4 серебра и 2 бронзы в личном и командном зачетах. Напомню, что первая медаль на счету Алины Прокопьевой – серебро в забеге на 10 тысяч метров. Затем Алина завоевала еще 2 серебряные – личная и командная в полумарафоне. Ирина Юманова в спортивной ходьбе на 20 километров финишировала второй. Весь пьедестал завоевали россиянки, а Ирину достоилось золота в командном зачете. Бронзу в соревнованиях по борьбе принесла Екатерина Краснова. Антонина Савельева заняла третье место в турнире по настольному теннису в личном и командном зачетах. В Минспорта республики подчеркивают, что это одни из самых лучших спортсменок республики. Они имеют все шансы попасть в российскую сборную на летнюю Олимпиаду 2016 в Бразилии. Все спортсмены, завоевавшие медалью в личном первенстве и их тренеры, будут премьированы, заявили в спортивном ведомстве. Это была последняя информация на сегодня. Я, Галина Титарчук, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуаши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова